И так все быстро меняется. Неделями наши лидеры в Вашингтоне говорили, что неразумно для Америки поддерживать бесполетную зону, так как это будет объявлением войны против России с ее ядерным вооружением. Как мы видим, эти взгляды изменились значительно. Но справедливости ради конгрессвумен Салазар заговорила об этом первой. Салазар долгое время была ведущей новостей в Майами и около года назад была избрана в Конгресс от республиканцев. Она теперь заседает в комиссии по международным отношениям. Недавно ее спросили, что она думает о бесполетной зоне. Вот что она ответила. Вы поддерживаете бесполетную зону над Украиной? Я поддерживаю все, что может наказать Владимира Путина и помочь украинцам. Не будет ли это прямым объявлением войны России? Я не знаю, что это будет, но свобода не бесплатна. То есть вы не знаете, что означает бесполетная зона? Ведь нам придется сбивать российские самолеты. Конечно. Я не знаю, что это значит, но вы же знаете, что свобода не бесплатна. Мы смеялись над этим ответом на прошлой неделе, когда показывали вам этот ролик. Но теперь мы заметили некий консенсус в Вашингтоне. Мы не знаем, что произойдет, но мы должны сделать это немедленно. Это аргумент на слушаниях. В таком случае, никто не говорит об этом вслух, но это правда, в таком случае начало войны с Россией кажется неминуемым. Как война с Россией не может быть неминуемой? Практически вся власть за. Мы выступаем против. Мы считаем, что влезть в войну в Восточной Европе навредит этой стране. Но чтобы было понятно, когда и если эта война начнется, мы будем искренне молиться за полную победу Америки. В отличие от многих во внешней политике, мы на самом деле любим эту страну больше всего. Но в то же время, пока Соединенные Штаты технически в мирном состоянии, мы считаем, что стоит спросить людей, которые призывают к войне, поддерживают ли они то, что означает война для этой страны. Конгрессвумен Рия Салазар была столь добра, что приняла наше приглашение на это шоу. Мы ей благодарны. Конгрессвумен, спасибо огромное, что пришли. Конечно, спасибо, что пригласили. Да, пожалуйста. Итак, коли вы призываете к войне с Россией, как вы считаете, эта война, начавшись, будет проходить? Я считаю, что это гипотетический вопрос. Я думаю, что мы должны сконцентрироваться, Такер, на том, что Зеленский попросил у Конгресса сегодня. Я... 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 я ни в коей мере не пытаюсь вас перебить, но я не могу позволить вам это продолжить. Вы сказали, мы должны сбивать российские самолеты. Это, конечно же, война. Если вы призываете к войне, как член Конгресса... Я не говорила этого, я сказала... Но мы только что включали эту запись. Это было взято вне контекста, потому что я сказала, конечно, я знаю, что это значит. Это интервью провели не очень хорошо. Именно поэтому я здесь, так как я хочу прояснить свою позицию. Хорошо, хорошо. И моя позиция, что мы не должны убирать бесполетную зону, как вариант. Но перед этим... это второе. Нам нужно сделать первое. Первое, это дать Зеленскому именно то, о чем он нас просит. Неназемные войска. Давайте дадим ему Миги и С-300. То, что ему надо, это самому защищать свое воздушное пространство. Так что он создаст свою бесполетную зону. И я считаю, что мы должны были сделать это еще месяц назад. Это позор, что этот парень, этот президент, под пулями пришел в Конгресс, чтобы умолять нас дать ему что-нибудь, что мы должны были сделать давным-давно. Хорошо, давайте поясним. Когда вы говорите, что мы должны дать президенту Зеленскому то, о чем он просит, он потребовал сегодня, я думаю, вы там были, чтобы США обеспечили бесполетную зону. И вы за отказ ему в этом. Что ж, он также сказал, что мы можем дать ему альтернативу. Итак, поскольку мы знаем, что мы не должны исключать этот вариант, и я повторю, я считаю, что мы должны пойти по плану А, что означает дать им все вооружение, о котором он просит. Хорошо, хорошо, но как вы считаете, почему многие люди поддерживают это? Дайте просто сказать, что я думаю, что многие люди, которые видели речь президента Зеленского и видели ужасы на Украине, испытывают глубокое сочувствие к украинцам и хотят, чтобы все это закончилось. Я один из них. Хорошо, хорошо, ладно, что же нам тогда сделать? Дайте, дайте мне закончить. Ладно, что с этим делать? Мы должны всегда и везде, особенно если вы избранный представитель, действовать в интересах правительства Соединенных Штатов, ничего сложного. Если Соединенные Штаты предоставляют оружие... Дайте мне ответить, если вы об этом заговорили. Дайте мне спросить вас, подождите. Если Соединенные Штаты предоставляют оружие одной из сторон в войне, каким образом это не участие в войне? Послушайте, дайте мне вернуться назад. Вы сказали, что мы должны представлять интересы американцев. Я представляю 27-й округ, где живут миллионы кубинских американцев. И представляю собой, что мы считаем. Мы знаем, что мы получаем мир силой. Посмотрите, что произошло в 1960-м. Фидель Кастро и Кеннеди... Хорошо, стоп, извините. Я не собираюсь выслушивать антикоммунистическую лекцию ни от кого, так как, естественно, я согласен с вами. И, кстати, я надеюсь, что вы говорите не от имени кубинских американцев, а от всех американцев, потому что это не вопрос расы. Это вопрос национальных интересов. Я говорю о моем... Я представляю 27-й округ. Я понимаю. Я просто хочу сказать, что я так же против коммунизма, как и, наверное, все. Но мой вопрос... Если мы поставляем вооружение одной из сторон, то, думаю, стоит спросить, может, другая сторона посчитает это военным актом против них? И если это произойдет, то что дальше? И весьма беспечно не думать об этом. И поскольку вы в этой комиссии, вы уже, наверное, об этом подумали. Так что расскажите мне свой взгляд на то, что будет потом. Такер, мы уже поставляли стингеры и джавелины и боеприпасы. Мы поставляли множество вооружения. Так что какая разница между этим и Мигами и С-300? Какая разница? В смысле, вы должны понять, что мы, США, к сожалению, попали в ловушку Владимира Путина. Он диктует нам, что делать, а чего нет. Он говорит, мы не хотим... Мы навязываем бесполетную зону над Украиной. И мы соглашаемся. Итак, мы позволяем Путину управлять нами. Хорошо, это похоже... Это похоже уже на поражение. Но позвольте спросить. Так как мы полагаем, нам уже не нужно больше доказательств, что у Путина плохие намерения, что он зло. Многие верят, что он сумасшедший, включая осведомленных людей, включая самих русских. Так что мы знаем, что он непостоянен, и мы знаем, что у него есть... Сколько именно ядерного вооружения есть у России? Вы в курсе? Много. Много. Более шести тысяч, насколько мы знаем. Одна это... Что ж, честный ответ. Итак, обеспокоены ли мы, что он может использовать ядерное оружие против Соединенных Штатов? Является ли это проблемой? Рассматриваете ли вы это, когда рекомендуете такую политику? Конечно. Конечно же, мы обеспокоены. И мы также обеспокоены, что он может использовать биооружие против украинцев в течение следующих часов. Из-за того, что он не может взять Киев, как собирался. Так что, конечно же, мы противостоим диктатору. И я считаю, что мы должны рассматривать это в контексте. И я благодарна вам за то, что вы предоставили мне эту возможность. Конечно. Если мы верим в свободный мир, то это будет или первым, или последним конфликтом с плохим деятелем. Мы будем потом очень удивлены. Потому что если мы не противопоставим плохим деятелям силу, то потом у нас будет Китай и Россия, и Иран, и Фидель, и Венесуэла, и Никарагуа, и они смотрят... Погодите. Но нет нужды об этом говорить. Я это повторяю уже 30 лет на телевидении. Вопрос, делаем ли мы это с оповещением народа, от имени которого это делается, обо всех рисках. Так что я спрашиваю вас, как вы считаете, какие шансы, и я уверен, что вы это обыгрывали, как член комиссии по внешним отношениям, на то, что Путин использует ядерное оружие против Соединенных Штатов в ответ на это. Какие ваши расчеты? Он может. Конечно же, мы рассматриваем это. И мой вопрос к вам, очевидно... Но что вы думаете? В смысле, я, конечно же, поддерживаю вас. Я считаю, что большинство консерваторов на вашей стороне. Но я считаю, что наши зрители должны знать информированный взгляд на вероятность ответного ядерного удара от Владимира Путина. Как вы это оцениваете? И я повторяю, что это гипотетический вопрос. Он едва ли гипотетический. Я не считаю, что он не предпримет этот шаг. Если, начиная сего дня, администрация Байдена пошлет сигнал, что мы здесь главные, что НАТО готово к противостоянию, как и мы. И проблема в том, что я считаю... И я не уверена, что вы разделяете мои взгляды, что вы добиваетесь мира. Вы добиваетесь... Вы можете. Заберите. Они заберут весь контроль у Путина, если покажут силу. Если говорить простым языком... Хорошо. Верите ли вы, что это так? Итак, президент Зеленский сказал вчера, что он согласен, чтобы Украина не вступила в НАТО в обмен на вывод российских войск из страны. Считаете ли вы это? Это сказал президент Зеленский. Считаете ли вы... Зеленский может. Кто я такая, чтобы говорить, что правильное, а что нет и сказанного Зеленским? Хорошо. Я не знаю. Я хочу сказать, подождите, не уклоняйтесь от вопроса. Я считаю, что мы должны принимать все, что исходит от Зеленского. Удовлетворитесь ли вы таким ответом? Если Зеленский согласится на то, что он только что предложил, что мы согласимся на нейтралитет, откажемся от Крыма, и россияне уйдут. Нормально ли это для вас? Посчитаете ли вы это достойным исходом или проявлением слабости? Если Зеленский придет в Конгресс США и скажет, что это лучший исход, то не нам говорить что-то против. Но я не думаю, что он собирается это сказать. Мы здесь создаем гипотетические сценарии. Нет, нет, мы не... Вы, возможно, не обратили внимания, но он сказал это несколько раз. Так что такой исход позволит избежать смертей. Я услышала, это ему решать. Это позволит избежать смертей, коль вы так обеспокоены мирными жителями Украины. Это позволит избежать смертей бесчетных тысяч и убережет столицу от уничтожения. Так что это будет лучше, чем повышать степень вооруженного противостояния. Не лучше ли так? Как вы считаете? Это решать украинцам. В смысле? Вы американский политик, который навязывает свои взгляды украинцам. И я задаю простой вопрос. Я ничего не навязываю. Конечно, навязываете. Вы говорите, что нам нужно послать вооружение, миллиарды долларов. И я не критикую вашу позицию. Я всего лишь спрашиваю, не может ли оказаться так, что многие жизни могут быть спасены, если мы подтолкнем к мирному решению, которое уже обсуждается? Делаете ли вы что-либо в этом направлении? Если украинцы хотят идти этим путем, то у них есть на это право. И мы ничего не можем им сказать, так как это они умирают на улицах, и это они под бомбардировками. Вы хотите сказать, конечно же, конечно же, они умирают. Я не припомню, чтобы кто-либо из Конгресса, типа Дэвида Фрома, рисковал своей жизнью как украинцы. Но вы поддерживаете это. Я думаю, что мы должны... Такер, я думаю, что мы уже достаточно говорили об этом. Я также хочу, чтобы вы дали мне возможность объяснить по поводу... Я хочу задать вам один... ...по поводу открытых границ, так как вы сказали, что я поддерживаю открытые границы, а я говорила вам еще дольше, что это не так. Но это же вы призывали к амнистии десятков миллионов людей, которые пришли в эту страну нелегально. Я нет, и посмотрите... Нет, вы, да, я прочитал законопроект сегодня. Нет, это не так. Вообще-то минут 20 назад. И я считаю, что вы должны... Что ж, я рада, что вы прочитали. Прочитал. И я прошу вас прочитать еще раз, потому что... Дайте мне 30 секунд, и я обещаю, что объясню суть. Акт достоинства, который я представила в прошлом месяце, это закон о реформе иммиграции. Вероятно, впервые от республиканцев за долгое время. Он содержит строжайшие меры по охране границы за всю историю Конгресса. Хорошо, понял, но... Я вписал очень строгие меры. Минутку, подождите. Амнистия — это то, чего у нас сейчас нет, Такер. Амнистия — это когда у вас 30 миллионов нелегалов, послушайте меня, которые не платят за школы, дороги и больницы. Я даю им достоинства, чтобы они начали платить и... Теперь мы погружаемся в терминологию. Нет, 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 нет. То, что вы делаете... Нет, мы погружаемся. Которые приехали... Нет. Люди, которые пересекли границу без разрешения, будут не наказаны, а вознаграждены. И вы совсем по-другому смотрите на Украину. Нет, это не правда. Мне интересно, если бы русские бежали от Путина, считаете ли вы, что они бы имели право начать новую жизнь в Украине? И я полагаю, что вы против, так как вы за украинский национализм, но не американский. Я хочу уточнить. Я говорю о тех людях, которые прожили здесь более пяти лет, не совершали преступлений, у которых дети американцы, и которые полезны нашей экономике. И я хочу дать им кое-что под названием достоинства и очищения. Да, я понял. Я не говорю ни о гражданстве. Хорошо. Ни об амнистии. Именно об этом. Нет, нет. И дайте мне... И я не хочу, чтобы вы искажали то, что мы делаем. Мы работали целый год, чтобы решить. Только потому, что этот закон... Тогда дайте спросить. Наши зрители могут сами прочитать. Дайте задать простой вопрос. Вы отправляете МИГи на Украину. То, что вы не согласны со мной, не значит, что вы должны искажать этот закон. Хорошо. Что ж, я думаю, что вы сами сказали, что людям, которые попали сюда нелегально, десятками миллионов, будет позволено остаться, что они не понесут наказание, а будут вознаграждены. Вы считаете, что это повышает достоинство? Кстати, я не против этих людей. Я просто не могу не заметить разницу между вашим желанием послать МИГи в Украину для защиты их границ, но не наших. Должны ли мы послать войска США на границу с Мексикой, коли вы признали, что десятки миллионов людей попали сюда нелегально, что наши границы не защищены и открыты? Именно поэтому я написала целый план, чтобы мы могли укрепить границу. Потому что, знаете что? Согласны. Мои люди, которых я представляю. Дайте мне закончить. Вы представляете Америку? Дайте закончить. Хорошо. Те, кого я представляю. Послушайте, дайте мне закончить. Хорошо. Дайте мне 15 секунд. Спасибо. Я написала список мер, чтобы мы могли охранять границу. Потому что мы, испаны и латиноамериканцы, не за открытые границы. Проблема в том, что нас никто не спрашивает. Хорошо. Мы хотим жить в земле обетованной и не бесплатно. И вы знаете очень хорошо, что если мы депортируем эти 11 или 30 миллионов, то к пятнице не будет еды. Хорошо. Почему? Потому что цепочка поставок продуктов... Извините, я дал вам... Я думаю, что все понимают, что у нас есть проблемы и с другими цепочками. И, кстати, я не нападаю ни на кого в этой стране, легалов или нелегалов. Я задаю вопрос о границе. Все потрясены нарушением украинской границы. Но не похоже, чтобы вы были также потрясены нарушением нашей границы десятками миллионов. Так что спрошу в третий раз. Конечно потрясена. Поддерживаете ли вы отправку войск? Это введение в заблуждение. Хорошо. Тогда поддерживаете ли вы, чтобы наши войска охраняли границу уже сегодня? Или к тому времени, как мы отправим МИГи в Украину? Как насчет этого? Это опять же в теории. Давайте вернемся к обсуждению. Нет, это прямой вопрос. О чем вы говорите? Вы же законодатель. Это не теория. Просто ответьте. Вы против. Вы за на Украине, но не здесь. Я говорю, что вы дали мне целый кусок, что прекрасно, и я благодарю вас за это. Давайте вернемся к моему закону. Нет, поправьте меня, если я не прав. Я не хочу искажать ваши слова. Я и поправляю. Вы не поддерживаете отправку войск границы. Нет. Я просто хочу, чтобы зрители поняли, что вы за защиту чужой страны, но не нашей. И это очевидно. Пожалуйста, поправьте, если я не прав. Я поддерживаю все меры, которые у нас есть для охраны границы. Все войска, ветераны, полиция, которых мы можем нанять, чтобы охранять и укреплять границу. Не только от людей, но также от контрабанды фентанола и детей. И я уже говорила, вот он закон, там есть меры. И это все не так уж и просто, как это сюда, а это туда. Это серия мер и техник, которые мы собираемся использовать. Хорошо, я понял, я понял. Я согласен с вашими намерениями. Если вы за охрану границы, то я полностью на вашей стороне. И спасибо, что упомянули фентанола. Хорошо, но что вы собираетесь... Дайте мне задать вам вопрос. Вы теперь видите, почему американцы, которые поддерживают право украинцев на защиту своей границы, Я-то уж точно, да и большинство людей, все американцы за. Видите ли вы эту фрустрацию, которую они ощущают, слушая вас, законодателей, говорящих, Ну да, это процесс. Но когда это происходит в другой стране, мы посылаем миллиарды, войска США, ваших сыновей. Но мы не можем здесь так, потому что почему? Понимаете теперь фрустрацию? Хоть слегка. Но я никогда не говорила, что я хочу послать наших ребят сражаться в Украине. Вы посылаете истребителей. Все, что Зеленский просит. Но мы также посылаем стингеры, джавелины, боеприпасы, и мы посылаем много всего, что позволяет войскам. Но почему бы не относиться к нашей границе так же серьезно? Вот и все. Но вы не относитесь к нашим проблемам на границе с той же серьезностью. Вы вводите в заблуждение. Нет, это не так. Вы искажаете этот закон, который, возможно, один из лучших, когда мы говорим об иммиграционном законодательстве. Я призываю вас прочитать его и пригласить меня еще раз для обсуждения. Хорошо. Конгрессвумен, я не согласен с вами, но я признателен, что вы пришли. Трудно найти тех, кто так делает. И спасибо, что пришли. Спасибо. Конечно. Приглашайте меня еще, чтобы мы поговорили об иммиграции, которая является огромной проблемой. И если республиканцы не поймут этого, мы больше не победим ни на одних выборах. Да. Вообще-то, я считаю, что испанские избиратели склоняются к республиканцам, потому что они за охрану границы, которую вы им не предоставляете. Вы опять вводите в заблуждение? О, ирония! Конечно, это правда. Вы искажаете мой закон. Спасибо. Рад был встрече.